Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На 9 февраля 2022 года текущая ситуация санитарно-эпидемиологическая в Республике по новой коронавирусной инфекции остается в зоне внимания властей, остается напряженной. За последние сутки госпитализировано 97 человек с диагнозом новой коронавирусной инфекции. Это 3,3% от количества всех случаев заболевших за сутки, который составляет 2950. В стационары в городе Якутске поступило 61 человек, из них 19 детей. В районах Республики в стационары поступило 36 человек. На настоящий момент, на 9 февраля 2022 года, лечение в стационарах получает у нас 5,7%, больных в амбулаторных 94,3%. Необходимо обратить внимание, что в Республике реализуется несколько вариантов лечения в амбулаторных условиях. Это как с использованием непосредственно очных, так и дистанционных форм оказания медицинских услуг в амбулаторных условиях. За сутки в Республике выздоровело почти 5000 человек, 4830 человек. Накануне это составляло 2792. Необходимо обратить внимание, что 49% заболевших на территории Республики – это заболевшие в городе Якутске. То есть значительно крен заболевших сдвигается в сторону районов Республики, в связи с чем оперативными штабами районов Республики принимаются соответствующие меры для того, чтобы усилять амбулаторное звено и как можно больше осуществлять раннего выявления и, соответственно, пролечивание новой коронавирусной инфекции. Если две недели назад соотношение вновь выявленных случаев составляло 80% в Якутске и 20 районы, то на сегодня 50% случаев зарегистрировано в районах Республики. Сохраняются ограничительные меры, установленные указами главы Республики. Необходимо соблюдать как масочный режим, так и социальное дистанцирование. Несмотря на большое количество случаев заболевания, скорость распространения инфекции у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболеваний, но необходимо обратить внимание на то, что количество лиц, которые госпитализируются и вообще сама по себе госпитализация, она у нас осложнена в том числе и тяжелыми случаями заболевших новой коронавирусной инфекцией. Ведется мониторинг наличия свободного коечного фонда и, соответственно, Якутская республиканская клиническая больница продолжает оказывать телемедицинские консультации для районных больниц, в которых у нас также граждане находятся на госпитализации. В связи с этим на настоящий момент в республике для жителей районов организовано два этапа, два варианта оказания дополнительной помощи со стороны республиканских больниц. Она связана, прежде всего, для тяжелых больных. Это телемедицинские консультации. Якутская республиканская клиническая больница для больных амбулаторных. Это консультации, не постановится видеоконсультации через аудиоконсультационный центр, который работает в республике Саха и Кутя. Необходимо обратить внимание, что вакцинация остается приоритетным направлением. И на настоящий момент я бы сделала акцент на ревакцинацию. У нас сегодня прошли ревакцинацию 133 человека, но это лишь только 55,9% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Необходимо обратить внимание на то, что наиболее низкие темпы ревакцинации в таких районах, как Нюрингринский, Алданский, Мегино-Кангалаский, Амиконский, Мирненский, Горные и Оленёкские районы, и в этих именно районах в том числе фиксируется и достаточно высокий уровень заболевания омикрон. Безусловно, в общее количество коллективного иммунитета граждане, которые переболели новой коронавирусной инфекцией штаммом омикрон, будут включаться, но речь идёт о жизни и здоровье людей. Лучше всё-таки получить прививку, лучше пройти ревакцинацию, чем непосредственно всё-таки заболевать и затем впоследствии получать соответствующий иммунитет. Необходимо обратить внимание на то, что на настоящий момент оперативными штабами на местах принимаются решения в каждом районе индивидуально о работе средних учебных заведений, о работе школ, об работе кружков дополнительного образования. Но во всех случаях руководители учреждения знают о своей обязанности строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических правил допуска детей, которые связаны как с ежедневной термометрией, так и, соответственно, с санитарной обработкой помещений. В республике продолжается санитарная обработка помещений торговых центров по понедельникам и вторникам по соответствующему графику, а также дезинфекция подъездов и автотранспорта. Продолжение следует...